Итак, подошёл я к такой моменту, что нужно врезать уже, хотя это нужно было делать раньше, врезать замок. Вот такого плана, кемперский замок. И в чём состоит задача, и почему всё-таки это потребляет очень много времени. Вчера, когда я подошёл к этому вопросу, у меня стал вопрос, как его, во-первых, в рамку врезать, потому что получается, что у нас есть существующая рамка, которая кривая, с маленьким зазором, потому что сейчас зазор нам нужен между железом 15 мм с каждой стороны, а тут у нас получается, что у нас общий зазор от силы 2 см, и он неравномерный. То есть, внизу он, вот тут кое-где косо, вот тут бугорчик, сейчас попробую заставить это вот. Видимо, соприкоснулась на месте петли, а внизу при этом зазор 4 мм, так что нужно это выправлять. И вверху ещё у нас появился костяк, так сказать, стеночка для жёсткости. И теперь надо врезать, сделать рамку и продумать сразу же, то есть уменьшить рамку, и продумать сразу же, как будет врезаться замок. Первое, это всегда сложно, потому что хотелось бы найти оптимальное решение, и скорее всего там практически будет всё это вырезано, чтобы вот этот вот язычок вошёл, и потом ещё в этой рамке нужно будет полностью вырезать, и туда это вставлять между этих, и то не влезет, всё равно где-то нужно с задней стороны подваривать ещё одну профильную трубу, что делает мостик холода. И это всё нужно согласовать с толщиной уплотняющего профиля. Сейчас я его ищу как раз, ищу глазами, вот он висит там, вот он, сейчас кусочек попробую найти. Вот он кусочек, и тут встаёт у нас дилемма, что в оригинале он закрывается вот так вот, сейчас покажу, так, ага, вот так вот, да, то есть он вот таким вот профилем, так вот закрывается. Это, конечно, всё хорошо, это очень хорошо, но при этом встаёт вопрос угловой отделки, если мы вот так вот загибаем, во-первых, но это мою внутреннюю часть, например, могу её вырезать, но вот эта вот часть, она никак не хочет поддаваться, не хочет поддаваться вот такому креплению. Так, конечно, намного лучше, тут намного больше ход, то есть пружиничные свойства лучше, больше рычаг, и прилегания будут намного лучше, и поэтому сейчас я ещё раз подумаю, как это возможно сделать. Наверное, уголки будут, нужно склеивать очень хорошим клеем, иначе всё это будет бежать. Но даже если будут на этих стыках у нас бежать, там уже близко к низу, там можно герметично всё этот порог заделать, чтобы жидкость стекала вся, каркас у нас будет весь защищён от воды железной. У нас встаёт вопрос, тогда получается двойное, во-первых, утепление нужно сделать, скорее всего, вот этот вот лепесток, вот эту часть придётся отрезать, потому что тут должен быть уголок, который за внутреннюю утеплитель. Вот на этом углу, короче, будет уголок, алюминиевый или пластиковый, который будет вот это вот как раз прижимать. А тут оно будет приклеено. То есть это вот надо вот эту, взять эту толщину, плюс зазор, плюс отделка вот этой части, и это всё рассчитать. И ещё рассчитать, как будет замок как стоять, то есть на какую глубину рассчитать сразу же, что у нас будет здесь добавлено фанеры ещё, плюс какой-то уголок, полоса или уплотнитель. И всё это зависит от того, каким способом это будет закреплено. Скорее всего, это будет вот так и сделаю, как это запланировано с заводом-изготовителем. Я хотел, конечно, вот так вот. Вначале это герметичный, для потом, в последующем, вот это вот вырезать, центральный лепесток, лепесток, и вот так вот сделать. То есть получается у нас сама дверь очень герметично отделана, но так тоже достаточно герметично, и можно всё будет только сложнее приклеивать, и сложнее на углах соблюсти герметичность. Вот так вот. Конечно, это проще. Всё герметично было бы, и, ну, в общем, так вот было бы лучше. Но, скорее всего, я буду делать вот так вот. И сейчас нужно мне опять переиграть, пока я всё это не сделал. Надо переиграть, посмотреть, какой же всё-таки зазор будет громадный. Вот, и это даже хорошо, потому что здесь можно будет потом под этот лепесток, вот наружный, под этот, ну, как это сказать, под эту полочку резиновую, которая гнётся, вот эта вот уплотняющая полочка, из-за резины, она будет иметь хороший... То есть можно вот так вот сделать, она и так будет прижимать, но ещё плюс у неё есть лёгкая вот такая вот... Конечно, это требует нагрузку на замок, на замок будет нагрузка дополнительная, но можно и в последующем добавить здесь просто под на каркас фургона. Надо просто добавить уплотнитель мягенький, нужный по толщине. В итоге, наверное, будет вот так вот сделано, с учётом того, что потом будут ещё уплотнители, какая-то полоса, которая будет закрывать у нас саморезы, и которые будут полоса... Короче, отделочная полоса, а может быть это будет полоса пластика, или сразу же эти саморезы, я закрою широким резиновым мягким профилем, который будет прижиматься. Например, Д-образный, не Е-образный, Е-образный, он у нас получается тоненький, но можно и не широкий, но может быть Д-образный, поэтому надо предусмотреть ещё, чтобы тут были гайки приварены. Я зачистил уже, разметил тут всё, в принципе, продумал, сейчас буду переваривать. Вот. И по задней стенке, по задней крышке то же самое. Эти же, как бы сказать, разработки, они пойдут вот и отделку задней двери. Вот. То есть, надо сначала сейчас просчитать дверь, потом просчитать заднюю крышку. В принципе, это хороший вариант, но так, конечно, крепить... Ну, зато можно всегда прижать вот это вот к двери, вот этот профиль, всегда можно прижать дополнительной полосой, алюминиевой там, или просто саморезами с шайбами. И всё это приклеить на хороший клей к краске. То есть, это у меня покрашено, будет обезжирено перед этим ещё. Но очень хорошо клеится, уже попробовал, испытания сделаны. К резине, правда, требует грунта, то есть, специальный грунт-клей, специальный клей, который клеится очень хорошо к резине, и хорошо краски. Вот, всё уже найдено. И сейчас будут делать. Решили, что здесь у нас всё-таки будет окно, люк, который будет давать свет, прозрачное, нетонированное окно, которое будет давать свет для кухни. Здесь будет у нас, значит, мойка. Здесь будет разделочная поверхность, она будет уходить сюда. Шкафчик, который с левой стороны запланирован, он будет приподнят. Тут, в общем, будет пустота, чтобы рабочую поверхность расширить. Будет увеличение рабочей поверхности ещё сюда, но надо это думать. То есть, тут будет крышка, как раз она будет не мешать рабочей поверхности этой, и эту рабочую поверхность можно убирать и сюда, и на улицу. То есть, там, чтобы что-то здесь готовишь, потом быстренько убрать туда и повесить на борт. То есть, там, пиво, чай, кофе туда положить, закуски готовили там. Или, может быть, что-то, не знаю, что-то такое. Ну, в общем, можно сделать потом закладные. Профиль, которому будет крепиться крепёж, будет универсальный как здесь, как здесь, так и там, на улице. Это я уже продумал в другое время. Так что, это сейчас время не отнимает. Вот ещё отнимал время вот это вот продумывание. Какие же тут всё размеры сделать, и куда сделать бак, куда сделать электричество. Так ещё и не придумал. Сейчас надо это, кстати, проектировать ещё, потому что не хочется добавлять веса проводов, и сами провода не очень, их много. Хорошие провода, и некоторые из них тяжёлые. Ну, наверное, это будет что-то, да, удобное, что можно было быстро открыть, легко поменять предохранитель, обратно закрыть. Потому что проводка будет не в гофре, она будет стационарной. И надо ещё сейчас продумать, как пустить проводку, чтобы потом не перебить её, креплением мебели. То есть, у мебели будут закладные утеплители, в наружном, во внутреннем слое будут идти закладные деревянные, антисептированные, и к ним будет крепиться мебель. В итоге надо будет сделать так, чтобы этот провод, он прошёл где-то, наверное, но сейчас надо и думать, как же он, про потолок, например, если это ясно, то как это пойдёт здесь, это пока не ясно, и поэтому, наверное, это будет что-то, что-то где-то, как-то между двух реек, такие вот закладные, двух реек, в пустоте это будет закладываться, чтобы этот внутренний сэндвич, он не смялся. Он всё-таки не такой, не такой жёсткий, как хотелось бы. У нас, ну, наружную жёсткость передают всё-таки наружный каркас. Вот эти как раз места, которые тут расширял на 5 мм, на 4 мм, и тут подрезал на 8 мм. Исправил каркас, везде подбил. Сейчас более-менее, ну, ещё осталось, но уже бессмысленно что-то тут, ну, хотя бы смысл-то есть, но искривляя там, искривляется в другом, ну, выталкивая, например, здесь у нас искривляется в другом месте, в котором бы не хотелось бы это делать, поэтому, скорее всего, будет снаружи выправлено герметиком, внутри тоже будет выправлено. Эта стенка будет выправлена то же самое также. Сейчас нам будет посмотреть толщину этого сэндвича утепляющего. И вот у нас сэндвич этот, его пустим внутри, он должен как раз и в идеале было бы хорошо, чтобы он пошёл сюда, или хотя бы, чтобы он от низа вот дошёл до полок, как раз на место закладной. То же самое надо сделать. Ну, тут у нас получается целиком какие-то закладные тоже нужны. Наверное, будет сейчас это всё вот как раз планироваться. Сначала будет это делаться, потом это. Так, тут, ну и в общем, ещё много работы. Пустить надо, ну, освещение на люк, всё это понятно. В общем, самое главное сейчас сначала сделаем заднюю стенку, заднюю крышку и дверь входную.